Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Насенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одном из важных атрибутов, элементов наших дачных работ. Это удобрения. Какие удобрения мы должны использовать? В каких количествах, обо всем узнаете сегодня от Натальи Викторовны Настенко, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами на канале ОТВ. Итак, Наталья Викторовна, какие удобрения существуют? Давайте хоть немножечко как-то их классифицируем. Конечно, наверное, каждому понятно, что вырастить хороший урожай без удобрений невозможно. Но мы часто с вами как? Посадили, посеяли и рассчитываем на то, что в почве всего достаточно. А если провести аналогию между растением и животным, человеком, это тоже живые существа все, они должны питаться. Так же и наши растения. Они точно так же выносят из почвы питательные вещества. И если в почву не добавлять удобрения, не подкармливать, то понятное дело, что хорошего урожая нам не видеть. Потому что почва, она обедняется с каждым годом, да, с выносом. Когда растения формируют урожай, она выносит очень много питательных веществ. И почва, она обеднеет. Поэтому, конечно, ее нужно подкармливать. И подкармливать растения. И мы с вами, когда получаем урожай в открытом грунте, да, или в теплице, ну, получили там несколько томатов на растение, радуемся, хороший урожай. Или там несколько огурчиков сорвали, считаем, что вот это все замечательно мы поработали. Но мы даже себе представить не можем потенциальную возможность сорта или гибрита, если его нормально кормить так, как положено. Понимаете, какая может быть у него урожайность быть. А мы собрали с вами чашку клубники или земляники на грядке и думаем, как здорово у меня такой урожай. Или там литровую баночку с черной смородиной, с куста. Потенциальные возможности растений и сортов очень, очень большие. Мы же используем минимум из-за того, что иногда просто ленимся или считаем, ну, ненужным. Часто подкармливают растения. А это нужно делать. Если рассматривать удобрения, делить их на две части, то они бывают органические и минеральные. Органические – это натуральные, природного происхождения. К ним относится навоз, относятся различные компосты, торф. То, что мы часто компост получаем с вами на даче, привозим навоз или торф на участок и вносим. Навоз, конечно, это замечательное натуральное удобрение, которое не только содержит все, что нужно для растений, все. Оно не только помогает растению хорошо расти, но оно помогает почве. Оно ее и рыхлит, и улучшает воздушный обмен почве. И если у вас глинистая почва, то внесение навоза делает ее более рыхлой. Если, наоборот, песчаная, внесение навоза делает ее более компактной. Она не так быстро пропускает влагу, она дольше ее удерживает. То есть у навоза просто одни плюсы. Помимо того, он содержит азот, фосфор, калий, вот такие основные элементы. Но все это растительного происхождения. Поэтому без навоза нам тоже не обойтись. Кроме органических удобрений, есть удобрения минеральные. То есть они химического происхождения. Это производство. Они выпускаются в виде простых удобрений и в виде комплексных. Часто мы знаем, что простые – это когда один элемент какой-то, основной химический элемент удобрений. Есть удобрения простые – азотные, чисто азотные удобрения. Есть фосфорные удобрения, есть калийные удобрения. Это основные элементы питания – азот, фосфор и калий, которые растениям обязательно нужны. Это как бы три кита, которые составляют основу питания каждого растения. И если вы пользуетесь простыми удобрениями, азотными, фосфорными, калийными селитрами, то вы должны знать, когда их использовать. В начале роста растению нужны азотные удобрения, потому что азот отвечает за рост растений. И вот когда вы сажаете или сеете, можно в луночку добавлять аммиачную селитру, натриевую селитру, мочевину, потому что это азот, и он в чистом виде, когда появляется в почве, растения начинают более активно расти, наращивают хорошую вегетативную массу. Фосфор, он отвечает за цветение. Когда растение начинает вступать в фазу цветения, нужно давать фосфорное удобрение, фосфорно-калийное. А когда растение уже вступает в фазу плодоношения, появились плоды, нужно больше давать азотно-калийных удобрений. И если вы купили одно удобрение, допустим, азотное, и пользуетесь им весь вегетационный период, то есть вносите только азот, 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 считаете, что селитра – это очень хорошо, то растению можно нанести большой урон. Когда однотипное удобрение, понимаете, растение может просто у вас зажировать, оно будет мощное, нарастит большую вегетативную массу, а вот цветение, плодоношение можно и не дождаться. Поэтому с простыми удобрениями нужно быть аккуратным, нужно вносить их на разных стадиях развития растения. Помимо вот таких простых удобрений – аммиачной селитры, суперфосфаты или калийной селитры – есть удобрения комплексные. Они содержат в себе весь комплекс, который нужен растениям, потому что растениям, кроме азота, фосфора и калия, еще нужны и микроэлементы. Есть такие, и они нужны растениям в совершенно мизерных долях, но они нужны. Это и медь, и кобальт, цинк, серо, железо. И если какого-то вот этого микроэлемента не будет, почва, растение это сразу почувствует. Оно будет отставать в росте, поэтому комплексные удобрения, они нас выручат в этом плане. Вот когда вы покупаете комплексные удобрения, а их тоже бывает много видов, вы даете растению полную подкормку. Наталья Викторовна, но вот как найти ту золотую середину, как понять, сколько нужно твоему растению, в какое время, в каком количестве? Обычно растения на грядках подкармливают 2-3 раза. Это имеется в виду растения, которые длинны вегетационный период. Вот это и посленовые культуры, и тыквенные культуры, и капусты. А растения, такие как редисы, которые растут очень быстро, или салаты, их, в принципе, можно и не подкармливать, как правило, потому что мы заправку даем в землю при перекопке. Поэтому эти культуры мы не подкармливаем. Остальные культуры нужно подкармливать 2-3 раза за сезон. Вот правы те, кто совсем отказывается от подкормки растений, да, говоря, что это повлияет на урожай, будут уже с ненужными элементами овощи, это как-то отразится негативно на здоровье. Вы знаете, вот эти удобрения комплексные, они так рассчитаны, что при нормальном и правильной концентрации внесения будет растению только польза. То есть никак это не будет отражаться? Ну, подсыпал под растение или в лунку гранулы удобрения, но, а потом забывают их или заделать, или полить. Вот от этого вот такого внесения пользы много не будет, потому что сухое внесение удобрений подразумевает сразу обязательный полив. Потому что если вы вовремя не полили после внесения, да, гранулированных удобрений, они очень быстро переходят в такую труднодоступную для растений форму. И толку от такой подкормки будет очень мало. И поэтому желательно вносить удобрения в таком растворенном виде. В лейку 10-литровой воды насыпайте 20-30 грамм, согласно вот написанной нормировке на пакете, и подкармивайте. Раз, два, три недели. И обязательно после подкормки нужно рыхлить. Тем более, что вот такие, как я сказала, удобрения комплексные, их сейчас существует очень много, и они очень для растений подобраны. Понимаете, все компоненты подобраны, то, что нужно. Тем более, есть сейчас удобрения, которые называются, вот допустим, комплексное удобрение Кемира. Оно называется Кемира универсал. То есть оно практически подходит для подкормки и плодовых растений, и овощных всех, и декоративных кустов, и земляники, и цветов. А есть удобрения Кемира картофельная, Кемира газонная, Кемира цветочная. То есть еще более узкое направление вот этих удобрений, они рассчитаны именно для подкормки цветов или именно для подкормки газона. То есть то, что нужно газону, там все необходимые компоненты в этом удобрении присутствуют. Наталья Викторовна, каким правилам необходимо следовать при внесении удобрений, при работе с химическими удобрениями? Если вы вносите в сухом виде удобрения, старайтесь, чтобы вот эти гранулы не попадали на листья. Потому что они очень концентрированы, в принципе, и если оно будет на листах, то может вызвать ожоги. Обязательно внесли и хорошенько пролили. Когда опрыскиваете растения в жидком виде, подкормку делаете, вы обязательно тоже поливаете растения под корень, чтобы не попадала подкормка на листья стараться, чтобы не было ожогов. Если же получилось так, что и вы листья захватили, пролили во время подкормки, обязательно пролейте, сполосните так водичкой легкой. И, конечно, подкормку нужно делать после того, как вы предварительно растения пролили, чтобы почва была не сухая. Когда, допустим, вы пришли и видите, растения нужно срочно поливать, а вы решили их подкормить, и сразу взяли лейку с растворенными микроэлементами, тут может быть обратный эффект, могут быть ожоги. Поэтому сначала пролейте свои грядки, свои растения, а потом уже делайте подкормку. И, конечно, тоже подкормку желательно делать в вечерние часы, когда уже нет ветра такого сильного, чтобы не распыла, не было на другие растения, чтобы вот это все питалось именно растениями в ночь. Не днем, когда, может быть, под палящими лучами солнце, вот это все быстренько испарится, и растению мало что достанется. Поэтому лучше поливать вот такие вечерние часы, проводить подкормку. Ну и, наверное, не следует забывать и о средствах личной защиты. Конечно, желательно одевать и перчатки резиновые, и не стараться дышать вот этими испарениями. И, конечно, помимо вот этих удобрений комплексных, часто пользуются самым простым удобрением – это зола. Даже если у вас нет возможности приобрести сравнительно дорогие, для некоторых, может быть, вот эти комплексные удобрения, для наших ветеранов, для дачников, они могут прекрасно использовать всем известную золу. Но я думаю, что ее всегда на участках в достаточном количестве, потому что мы там и жгем костры, и жарим шашлыки, и убираем какие-то отходы. После дров, после протопки печи у нас всегда есть зола. Ее немножечко просеяли, растворили, и она содержит целый набор питательных веществ, кроме азота. Она очень полезна. Поэтому или подсыпайте золу, рыхлите, заделывайте ее под растением, или поливайте ее уже растворенным раствором золы. Поэтому зола тоже замечательная подкормка, ею не стоит пренебрегать. Ну, как человек хочет кушать, так и растение хочет кушать. Конечно, про это не надо забывать. И, конечно же, очень, очень питательную и хорошую еду. А нам кажется, что почва есть все. Но наша самая главная задача – посадить растение, посеять, а дальше уж пусть оно как хочет, выкручиваться самого. Нельзя сравнивать овощные культуры с другими растениями, которые дают мощную корневую систему. Рядом у нас растут кусты, деревья. Они очень глубоко проникают в корневая их система, и она из почвы может доставать питательные вещества. Наши овощные культуры, они, как правило, с небольшой, неглубокой корневой системой, которая у поверхности. Поэтому они очень зависимы и от поливов, и от рыхления, и от подкормок, от всего. Поэтому обязательно, обязательно, ни в коем случае не игнорируйте подкормки, внесение удобрений в почву. Потому что тогда растение будет давать тот урожай, на который он рассчитан. А, как правило, сорта у нас сейчас урожайные. Селекционеры работают над созданием урожайных сортов, потому что в первую очередь сдаются сорта, которые были бы урожайные, устойчивые к болезням и к вредителям. Поэтому урожайность у них довольно у всех высокая. Мы же, к сожалению, без питания получаем не так много. Но стараемся, довольствуемся малым, хотя при внесении нормальных удобрений, подкормок, мы можем получать значительно больше урожая. Я надеюсь, что если вы будете правильно и своевременно вносить удобрения в почву, кормить растения, подкармливать их, то вы порадуетесь большому урожаю своих овощных культур. Не забывайте золотое правило. Хотите получить хороший, богатый урожай – кормите свои растения. И не забывайте об этом. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.